Сергей, вечер добрый. Добрый вечер, Андрей. На самом деле, доброе утро, хотел сказать. Вообще-то, добрый день, если разобраться. Да, согласен. Ну что, поговорим о текущей ситуации на рынке. Сегодня пятница, и все взоры были обращены к ЦБ и к решению поставки. Насколько это было ожидаемо решение оставить без заменения ставку, и как это повлияло на финансовые рынки? Начнем с конца. На финансовые рынки не повлияло, по крайней мере, никак, и решение вполне было ожидаемо. И, по-моему, мы с тобой обсуждали тоже не один раз то, что, скорее всего, ставка, ну, по крайней мере, мое мнение, что 4,25 она так и останется. То есть, мы достигли дна, и, скорее всего, уже ставка ниже не будет. Но вот вопрос, когда ее будут поднимать, конечно, вопрос времени. Сейчас на фоне того, что в большинстве развивающихся стран, если Турцию, да, не брать, ставки, они действительно на низком уровне, плюс-минус, вот как раз от 4, там, может быть, до 5, до 6, ну, в Бразилии это 4 процента ключевая ставка. И Центробанк, конечно, себе может российский Центробанк, пока, по крайней мере, еще вот исходя из этих соображений, может держать ее вот как раз на текущих уровнях. Пока американцы не подняли ставку, пока Европа ставку не поднимает. Но здесь есть нюанс, как говорится. Снижение ставки до таких уровней, плюс ко всему слабый рубль, они привели, в общем-то, действительно к росту инфляции. Все мы видим прекрасно, что цены выросли, и выросли значительно в два раза, а то и в три больше, чем заявляет официальная статистика. Ну и, наверное, все-таки на это внимание российский регулятор тоже обратил. Правда, у них своя методика подсчета, но тем не менее. Но что здесь нужно отметить? Наверное, они будут ставку держать настолько долго, насколько, в общем-то, позволит внешняя конъюнктура. Так как ставка столь низкая, это отчасти такое политическое решение было принято. Вот. Поэтому как-то вот так это смотрится. Попробуют они, конечно, сбить инфляцию, наверное. Только единственное, как ее, ну, в моем понимании, как ее можно сбить, это только укрепить рубль. Вот. За счет укрепления рубля, да, мы можем как бы сбить ставку, сбить инфляцию и оставить ставку вот на текущем уровне. Нет, есть способы монетарные, монетарные. Можно вводить различные запреты на экспорт зерна, к примеру. Можно из Рособороны резерва масло выбрасывать. Можно всякие фокусы делать. Ты же понимаешь, что такие фокусы, они долго не продержатся. Нет, я понимаю, что стратегически это путь не наш путь. То есть, получается, что Эльвира Набиуллина, по словам профессора Катасонова, как сказать, обслуживает интересы МВФ. МВФ сказал, что хочет видеть, чтобы ставка снизилась. Тем не менее, ставка осталась на прежнем уровне. Ну, не знаю уж, как интересы МВФ. Как я уже сказал, это было политическое решение. Во время пандемии, да, так называемой, нужно было найти какие-то точки роста. И этой точкой роста выбрали строительный сектор. Ну и, соответственно, чтобы снизить цену на ипотеку, процентную ставку, снижали, ну, в том числе, и ключевую. А так, в принципе, как бы ключевая ставка, на мой взгляд, столь низкая на таком низком уровне, она только во вред. Ну, вот сегодня и как раз ЦБ объявило о том, что в будущем, ну, как обычно, сроки не называются, вернется к нейтральной политике. А, соответственно, ставка в диапазоне 5-6%. Ну, посмотрим. Осталось дождаться только, когда это будет. Наверное, первый звонок, если уж они из последних сил ее будут держать на текущих уровнях, первый звонок, это будет, когда уже ФРС намекнет о том, что они будут ставку повышать. Ну, как сказал Джером Пауэлл, до этого еще не скоро. Успокойтесь, расслабьтесь, все будет хорошо. Мы будем помогать. И денег, то есть, сворачивать программу количественного смягчения пока не планируется. Ну, собственно, поэтому американские рынки все никак и толком откорректироваться не могут. Плюс ко всему ждут пакета помощи экономики 1,9 триллиона долларов, которые, которым администрации Байдена удалось протолкнуть в обход республиканцев. Здесь появляется другая загвоздка, там же так все просто не бывает. То есть, второй момент – это повышение минимальной зарплаты в Соединенных Штатах. В предвыборной речи Байден обещал 15 долларов в час. Ну, и вот сейчас возникли споры. В общем-то, 15, не 15. Ну, как-то так. Но американцы пока вместо тени хотят. То есть, Центробанки развитых стран, они вынуждены синхронизировать действия друг с другом. Они не могут пойти так в раскоряку. Мы взаимно связаны все. Ну, так и было. С тех пор, когда вот началась эпоха глобализации, в общем-то, наверное, для большинства не секрет то, что Центробанки, и не только, кстати, развитых стран, включая и развивающиеся там тоже, вовлечены. Вот. Они как бы координируют свои действия. По поводу рубля. Так, ну, что по поводу рубля. Мы уже с тобой в прошлых эфирах говорили о том, что есть у нас диапазон 73, ну, если речь идет о широком диапазоне, 73 на 81. Ну, и текущая неделя, когда у нас нефть, уже бренд превышал 61 доллар за баррель, ну, мы видим то, что рубль себя вел, ну, скажем так, не очень позитивно и даже не смог дойти до отметки 73. Поэтому, да, новая реальность. Пока у нас вот коридор условный там 73 на 81. Напомню, где 81 – это негатив, это резкое снижение цен на нефть, это, возможно, какие-то ожидания с санкций. Ну, по санкциям, опять же, наверное, все те, кто ждал отключение от свифта, эмбарго нефтяного. Ну, как мы видим, ничего не происходит. Нет, я жду эмбарго, не только я, кстати. Ну, вот это все 22-й год проблемы, не 21-м. Ну, не даже не совсем эмбарго, а квотирование поставок, скажем так. Ну, 22-й год. Я, наверное, с тобой не соглашусь ни квотирования, ни там, может, тем более по полной программе эмбарго, скорее всего, не будет. Как я и говорил весь прошлый год, если санкции будут, то они будут точечными, в общем-то, вокруг чего все разговоры идут. Посмотрим, что будет в втором году. Да, время покажет. Кто прав? Дмитрий Александров и Андрей Верников. Хотя Дмитрий тоже считает, что проблем за 22-го года будет вот это эмбарго нефтяное. Либо ты, посмотрим. Что связано с индексом московской биржи? Что там вообще рисуется на графиках? У нас же такая... Уже месяц, мы не можем перебить предыдущие максимумы. Ну, это нормально, то, что не можем перебить максимум. Говорит о некой слабости рынка. Несмотря на то, что на этой неделе, в начале недели, у нас все-таки был отскок и достаточно большой. Ну, последние два дня мы видим опять. Открывается Лондон и начинаются продажи. Ну, и, собственно говоря, техническая картина по индексу московской биржи следующая. Если мы сегодня закрываемся ниже 3.400, на следующей неделе в таком раскладе очень большая вероятность будет того, что снижение продолжится. Но хотя для того, чтобы продажи усиливались, нужно все-таки, чтобы и западные площадки начинали корректироваться пободрее. Ну, там пока не видно особых продаж. Ну, плюс-минус там все крутится вокруг 3,5%. Ну, китайские биржи, даже не китайские, а азиатские биржи у многих закрыты, да, на празднование Нового года. Но они, тем не менее, вытащили индекс раздачных рынков на максимумы. Поэтому, мне кажется, нашему рынку сейчас сложно обваливаться. Потому что китайские акции, корейские, вполне хорошие сейчас. Хорошие, но они ушли, конечно, на позитиве. Но, ты знаешь, вполне может произойти такая ситуация, когда они отпразднуют, причем в Китае, там, по-моему, 2 недели у них праздник идет. Когда они вернутся со своих длинных праздников, их бумаги могут сильно просесть. Ввиду того, что за это время, возможно, откорректируются и западные площадки, и сырьевые в том числе. Да, это очень смешная тема, что просесть. То есть, Морган Стэнли сказал, что в первом квартале возможно снижение американского рынка на 5-10%, который надо использовать для покупки в первом квартале. О том же и Банков Америка. И тут же наш знакомый, хороший специалист Кабаков из Финама, я считаю, сегодня в марте. То есть, он еще сузил первый квартал до марта. В марте ожидается. Ну, ты же знаешь, тайминг это, наверное, самое сложное. Тут, может быть, с одной стороны, неважно, март, апрель, ну, точнее, апрель, это уж что-то совсем далековато. Но дело в том, что сейчас покупка, то есть, лонги выглядят более опасными, скажем так. На таких, на текущих уровнях, ну, покупать как-то особого желания нет. Ну, давайте так, деревья не растут до небеса. S&P в текущем году, буквально, да, за два с небольшим месяца, за полтора месяца вырос более 10%, там, по-моему, на пике было что-то около 15%. Это очень такой хороший старт и очень большой рост за полтора месяца текущего года. Поэтому, единственное, что непонятно, что послужит триггером коррекции. Ну, то, что она будет, это факты уж. Насколько там глубоко, пока, наверное, оценить сложно. Ну, вот, давай посмотрим на ту же нефть. То есть, вот, как мы с тобой уже отметили, 61+, да, по бренду. И видим уже определенную фиксацию в бренде. И здесь у нас ключевая точка, это отметка 59. То есть, мы 59 проходим, дальше у нас 56-30. Вот такой рубеж. И уж программа максимум, да, если корректироваться, район там 51-49, вот в этот диапазон. Пока об этом рано, конечно, еще 59 не прошли. Но посмотрим, как это все будет идти. Еще такая интересная акция есть, как Tesla, которая характеризует отношение инвесторов. Знаковая акция к высокотехнологичному сектору. Я вчера, внимание, смотрел, внимательно на торгины американские. Как только он уходит вниз, Tesla, до нуля. А там предыдущий день было снижение достаточно сильно. Он уходит до нуля и отражается, до нуля и отражается. И как только уходит до нуля, сразу настроение даже на нашем рынке сильно ухудшается. Потом раз отразилось, ах, и мы покупаем. Ну, не знаю даже, как комментировать Tesla. Много мнений насчет акции этой компании. Кто-то считает, что это раздутый пузырь. Кто-то считает, что это мечта, за которую не жалко заплатить бесконечное множество денег. Но факт остается фактом, что все-таки техи, они перегреты. Это так и есть. И опять же, если мы будем в этом году делать ставку на то, что коронакризисная история закончится, ну, по большей части, да, в 2021 году, скорее всего, конечно, техи себя будут чувствовать похуже. А вот акции, связанные с реальной экономикой, скорее всего, все-таки будут чувствовать себя намного лучше. Ну, в том числе и нефтяные компании. Хотя... Сейчас, по-моему, снижение рейтинга... S&P снизила, да. И тоже такое интересное событие. Компания BlackRock, крупнейшая американская, сказала, что снижает вес российских акций в связи с политическими рисками. Ну, смотри, это все на самом деле игрище. Ну, допустим, давай вспомним крымские события. Там тоже понизили рейтинги нам, вышли, продали. Ну, и потом, когда цена была неприлично уже дешевой, вот, зашли и купили. Все тот же BlackRock и же с ними. Ну, хорошо, если, как бы, они выходят из бумаг, подождем уровней пониже, будем там смотреть уже интересные бумаги к покупке. Ну, по-прежнему, пока, по крайней мере, я, как бы, в текущем году настроен на то, что акции нефтегазового сектора будут себя чувствовать лучше. Остального рынка, ну, если, конечно, опять же, не случится какого-то нежданчика там, черного лебедя. Ну, а так, по идее, ну, опять же, повторю уже, наверное, это мантра, то, что экономики с низкой базы будут расти. И, соответственно, сырье тоже, в том числе и нефть. Лукойл. Лукойл у нас отлили слегка, скажем так, на технической картины следующим образом. Да, Сергей, Лукойл это не биткоин, его отливают. И биткоин по отливают, почему нет? Ну, по биткоину можно пару слов чуть позже. Ну, так возвращаемся к Лукойлу. 5,620 сейчас у него локальное сопротивление, закрывается ниже. Ну, опять же, на следующей неделе снижение продолжается. По Газпрому диапазон сопротивлений 221-222, цель внизу 210. Ну, и по Сберу у нас сопротивление 270, поддержки локальный диапазон 257-258. Вот это вот очень такая серьезная зона поддержки. Если пробивается она, далее у нас цель 242. 242. Ну что, а по ВТБ, как ты относишься к этим ВТБ? К ВТБ я отношусь очень просто. Снижается в район 3 копеек, можно покупать. И с целями в район 0,45-0,5. Там продавать. Ну, пока вот так. Обосновывается это все очень просто. Пока менеджмент тот, который есть, вот пока этот диапазон. Кстати, ВТБ брокер, который на базе Гутто банка, он очень хороший. Даже не поспоришь. Это подразделение действительно так и есть. Так что, друзья, мы не ругаем брокеров. Хотелось поговорить по поводу, какой сектор может быть хуже. Ты сказал, что нефтянка может быть лучше рынка в этом году. А какой сектор может быть тогда хуже рынка? Ну, те же вот перекупленные техи. Но достаточно открыть просто графики. Вот. Того же, допустим, Амазона, Эппл. Ну, хотя с Амазоном вопрос остается. То есть, Амазон в любом случае, компания-то неплохая. И его сфера вот этих онлайн-продаж, в которой они по классике изначально и начинали-то работать, это перспективно. То есть, это перспективно не только во времена пандемии. Это перспективно и даже когда коронавирусная история закончится. Даже я, наверное, лет пять назад первый раз делал какие-то покупки на Амазоне. И какие-то, наверное, большинство там вещей абсолютно подавляющие я покупаю в онлайн-формате, скажем так. И это очень удобно, это экономит время. И как бы, да, с этой точки зрения вот как бы вопросов нет. Но когда открываешь графики месячные, ну, в общем-то, наверное, прям рука может потянуться. Если у кого-то есть эти бумаги, то вот продать. Рост просто колоссальный. Да, как-то инвесторы по-другому смотрят на этот сектор. У меня был инвестор из США, комментировал Озон. Он говорит, что там прибыли не будет всем американским инвесторам начхать. Они это простят. Но они не простят, если не будет расширения вширь и не будут открываться дальше пункты. Нет, ну, понятно, если бизнес не расширяется, это определенного рода негатив. Но нужно, в общем-то, тоже держать в уме, сейчас немножко все это подзабыли, но то, что власти и в Америке, и в Китае недовольны разрастанием техов. И я уж не знаю, будут ли они воплощать в жизнь вот эти вот намеки о том, что они плохо было бы разделить. Конечно, если они за них возьмутся вот в этом ключе, это определенно, конечно, будет негативом. Да, интересно. По поводу биткоинов ты обещал, и эфириума тоже. Ну, что по поводу биткоинов сказать? Продолжается драйвинг. Много интересного можно сказать. Мастеркард, да. Маск. Много чего можно сказать. Ну, Маск, я думаю, заменил. Знаешь, святое место пусто не бывает. То раньше Трамп как-то создавал инфоповоды для покупок на фондовом рынке. Теперь его место сменил Маск. Я скажу крамольную вещь. Несмотря на то, что он доложил сек о покупке, я не верю, что он купил биткоины именно сейчас. Я думаю, это было куплен заранее. Ну, я думаю, компетентные органы разберутся. Нет, не разберутся. Даже в такой стране, как Америка, бывают страшные скандалы. Вспомни, Инрон, когда покрывают верхушкой предпринимателей. Или очень крупные медицинские... Здесь к месту вспомнить цитату из известного советского фильма «Место встречи изменить нельзя». У них тоже воруют. Да, идеальных не бывает систем. Поэтому я не удивлюсь, если окажется, что он купил не сейчас. Но это не самое. Стоит ли покупать биткоин, либо дождаться сейчас коррекция? Ну, биткоин – это, я не знаю, крайне спекулятивная история. Несмотря на то, что там уже крупные компании вкладываются в биткоин. Все-таки нужно относиться к этому аккуратно. Какую-то незначительную часть своего портфеля для особо любителей пощекотать себе нервы, ну, можно. Мне лично некомфортно, потому что, ну, покупать то, ну, чего на самом деле нет. Ну, вот скажем так. Может быть, я грубо, да, выразился, не совсем корректно. Но для меня это определенный дискомфорт во мне это вызывает. Ну, я знаю людей, у меня даже есть знакомый, который там незначительную долю от своего портфеля купил еще пять лет назад. И, в общем-то, доволен и радуется жизни. Ну, здесь вот только такой подход. Можно туда вложить, чего не жалко потерять, на мой взгляд. Да. Все, спасибо большое, Сергей. Так, дорогие зрители, с наступающим у вас выходными и китайским Новым Годом. И китайским Новым Годом. И не забывайте подписываться на наш канал. И телеграм-канал. Субтитры сделал DimaTorzok